На улице жара, час пик, все спешат по своим делам. Людей много, что повышает вероятность заразиться опасным вирусом, если не соблюдать меры безопасности. Есть люди, которые не понимают всей этой сложности, всей этой ответственности, к сожалению. Высообразные заболевания были реальны. Роспотребнадзор региона обнаружил в 100% отобранных проб новый индийский штамм. По словам специалистов, он заразнее и опаснее. Но с наплывом пациентов в Южной столице готовы справиться. По словам властей, больным своевременно оказывается медицинская помощь. У нас сегодня все медикаменты, у нас сегодня все препараты, вся необходимая медицинская помощь. Сегодня именно на территории СТО открыты три госпиталя. Это центральная городская больница, это 20-я городская больница, это у нас КДЦ здоровья. Вчера мы открыли еще дополнительно 130 коек. Самый верный способ себя защитить – соблюдение правил безопасности и вакцинации. В Ростове-на-Дону открыто 56 прививочных пунктов. Под кабинетами можно увидеть даже очереди. Перед прививкой – осмотр врача. Если нет противопоказаний, человек может уколоться. Мое желание, во-первых. Во-вторых, освобождает от каких-то таких, можно куда-то съездить без проблем перелета сейчас, потому что вводят какие-то ограничения, то, что нет прививки. Хочется избавиться от этого вируса. По словам Алексея Лагвиненко, в городе вакцинированы 54% населения. Остальные еще не решились или, возможно, боятся побочных эффектов. Но медики успокаивают. Боль в плече. Все это проходит за 2-3 дня. Если какой-то зуд покраснения, можно выпить антигистаминные препараты. И общие реакции – это температурная реакция. 37,5 – не выше. Да, есть, конечно, мы наблюдаем и выше 38 температура, но все это идет формирование иммунитета. Врачи считают, что даже если вакцинированный человек заразится коронавирусом, болезнь пройдет в более легкой форме. Алина Высоцкая, Юрий Друзякин, ДОН-24, Ростов-на-Дону.